Планирование на сегодняшний день это, наверное, актуальная тема и любой бизнес этот вопрос очень беспокоит. Конечно, нужно планировать долгосрочно, никто от этого не должен отказываться. Но корректировки делать своей стратегии просто необходимо. Нужно сейчас держать руку на пульсе, потому что факторов, которые влияют на бизнес, достаточно много. Это и государственное регулирование, и политическое, ну, наверное, и менеджмент другой подрастает, и конкуренты другие становятся, и ритейл другой становится. Поэтому, наверное, вот эти все факторы нужно учитывать, анализировать и, главное, своевременно делать корректировку. Я советую людям, занятым в бизнесе, делать, конечно, долгосрочное планирование минимум от 3 до 5 лет. Но что такое стратегия? Стратегия — это гипотеза. Придем мы через 3-5 лет к достижению цели или нет? Это, конечно, будет все зависеть от того, как мы будем анализировать наш путь. Вот чем чаще мы будем анализировать, делать выводы, быть гибче с ситуацией, воспринимать ее на такой, как она и есть, влиять на изменения. Соответственно, мы можем прийти к тем целям, к которым стремимся. Что касается алкогольного рынка, через 10 лет, я думаю, что алкоголь как был, так и будет. Конечно, я думаю, что его употреблять будет в меньших количествах, и рынок будет падать. А когда падает рынок, он еще интереснее становится, он становится более конкурентным, соответственно, будет еще интересней. Но вряд ли, вряд ли найдутся желающие, которые будут инвестировать деньги в строительство новых заводов. Скорее всего, что это будет, бизнес будет работать на поддержание, наверное, имеющихся мощностей. В лучшем случае их наращивать, но строить вряд ли. Инновации, конечно, будут, но, скорее всего, что они будут в других категориях, в смежных категориях, вино, коньяк, может быть, сидр появятся на рынке, культура потребления. Что водка? Водка – это самый чистый продукт. Водке нужна вот так вот ловить тренды. И если ты поймал тренд, соответственно, ты можешь достучаться до потребителя. Вот, поэтому ты будешь успешным на этом рынке. Это я считаю инновациями. Что касается экспорта, то ситуация, конечно, на сегодняшний день, она, и вроде бы как и сложная, и тоже время достаточно интересная. Потому что сложная с точки зрения, наверное, вот сейчас политических вот этих вот каких-то отношений в России по отношению к украинской горилке. Да, есть вот этот вот момент. И, конечно, на рынке сейчас России тяжело украинским горилкам будет какое-то время. Вот, но тем не менее, то, что там есть сформирована целевая аудитория людей, которые любят нашу горилку, их достаточно много, и я думаю, что рынка водки еще всем хватит. Вот, но что касается, в общем-то, экспорта, то география экспорта растет, потому что если растет имидж нашей страны, то, соответственно, растет и география. И это, конечно, очень интересно, и мы направлены на европейский рынок. Мы как раз работаем с тем продуктом, где можем доказать, что мы можем делать качественные, соответствующие европейским стандартам продукты. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин